Добрый вечер всем! У нас сегодня 10 августа 2024 года. У нас без 15.11 на часах. И, ну, первое, наверное, расскажу вам о том, что у нас наступила ужаснейшая жара. Ну, просто, знаете, ну, жуткая какая-то. Я утром сегодня стала, ну, пошла пить кофе. Меня Жан-Люк пригласил выпить чашечку кофе утром, как обычно, как всегда. Да, муси летают. И я открыла телефон, как всегда, стала просматривать там все, в общем-то, новости. Открыла нашу сегодняшнюю погоду. И вы знаете, у нас прямо такой красной строкой идет, что осторожно, по всей Франции сильнейшая жара. Перечислены все регионы Франции, практически все абсолютно в этой красной зоне, что сильнейшая жара, что аномальная жара. Вот. И сегодня у нас, я как уже сказала, 33 градуса, завтра обещают почти 40. В общем, короче говоря, как мы выживем, не знаю, так как сегодня я все закрыла, все позакрывала в доме, в общем-то, чтобы прохладно держалось. Жан-Люк у меня, правда, с утра поработал в саду, немножечко пообрезал деревья. После обеда я его загнала, потому что солнце палящее, ужаснейшее. Ну, я немножечко как бы думаю, раз уж идти никуда, ну, мы не сможем. Собака, кстати, тоже убежала, спряталась тут у меня, Райко. А вот, целый день в доме сидел, даже не играл с Жан-Люком. А я думаю, ну, постираю, там, коврики и прочее мелкое такое все свое сняла, постирала, все сохнет быстро. Вышла на улицу, чтобы развесить это белье. Господи, такая духота, такая жара, все сохнет моментально. Только развесила, и уже минут 10 нужно было снимать. Короче говоря, вот так. К вечеру мы уже, ну, поздненько, где-то, но часов, наверное, в 7, к 8 пошли, поехали опять на его угодье прогуляться, посмотреть, что и как. Да, тоже интересно посмотрели. Вот уже к вечеру прохладно уже стало так. Ну, прохладно, насколько прохладно, не знаю. Мы когда пришли туда, где-то градусов было, ну, 28. Вот такая прохлада, 29. Ну, уже солнце не такое палящее. Видите, вечера стали быстро наступать, и поэтому уже как-то все-таки попрохладнело, так скажем. И вот смотрю, вот эти все водяные крысы повылазили везде, их полным-полно, и, видимо, тоже жарко, они прятались в воде, и вот в этих своих норах, а тут везде сидят, траву едят, значит. А потом смотрим утки. Ну, наверное, 100, представляете, вот такая прямо вот уточек, вот разлетелась в разные стороны. Прямо, наверное, 100 штук, много-много, целая прямо вот это. Короче говоря, тоже, видимо, все прохладу ищут, все вот к воде, а потом, что курочки водяные бегают, смотрю, тоже по воде от нас, ну, мы с Райкой гуляли по угодьям, а они в разные стороны тоже, смотрю, шлеп-шлеп-шлеп по воде. Короче говоря, природа, она точно так же, ну, видимо, вот эта жара ее как-то угнетает. Вот, вот такие вот у нас тут новости, вот такие у нас дела. Ну, что вам хочу еще сказать? Я благодарю, как всегда, вас за все ваши комментарии. Спасибо вам большое. Ой, если вы, не знаю, услышите или нет, это у меня опять кондиционер включился на втором этаже. Шумит ужасно, очень сильно. Ну, жарко, действительно жарко. А вот, что же еще вам сказать, что вам рассказать? Вот, вчера я видео не делала, я сделала такое небольшое видео в магазин наш, ну, снимала, что мы там купили, да, что нам дали. А, в общем-то, тоже жара и жарко там было. Ну, вчера-то как-то более-менее еще, хотя погода такая же, как сегодня была, но еще, видимо, не накалилось так все. Ну, опять-таки, с утра отработали, домой прибежали. Вот, ну, удивляются некоторые, почему такие цены. Я уже вам рассказывала, что магазин это от, и вот там мы подрабатываем немножечко, чуть-чуть совсем, полтора часа он, полтора часа я. И корзина продуктовая небольшая, ну, понятное дело. И плюсом мы еще, так как у нас, ну, так скажем, наши финансы не такие большие, не такие, в общем-то, мы не такие богатые люди, средний класс, как бы считаемся. И мы можем, имеем право вот в этом магазине покупать. Вот, потому что, ну, вот так у нас получается. Мы оба пенсионеры. Вот, это вот об этом. То есть, ну, чтобы не удивлялись, что такие цены, просто рассказываю, что вот можно, как бы на эти цены, так скажем, вернее, что можно купить, вот на какие деньги в таком магазине. Это я хотела сказать. Не то, что повсеместно пришел в этот магазин, купил и прочее. Ну, кто-то написал, что цены дорогие на юге Франции. Там, наверное, да, я не знаю. У нас здесь в магазине в обыкновенном тоже цены, ну, летом все равно они будут повыше, чем, допустим, зимой. Ну, мне так кажется, скидок меньше они есть, но не так много, вот. И что еще хотела сказать про вот эти цены и про магазины. Правильно там Галина из Франции заметила, что, ну, лучше деньги сэкономить и потратить вот эти деньги не на продукты, допустим, не на еду, а на путешествия, на какие-то удовольствия и прочее, на походы на какие-то, что-то посмотреть. То есть, все правильно, я абсолютно согласна. Чем мы становимся старше, тем нам есть много, абсолютно, абсолютно не обязательно. Это я знаю по себе, потому что уже метаболизм наш, все это знают, замедляется, и мы уже не можем расходовать калории так, как расходовали их в более молодые годы. Я тоже смотрю, вот вижу, по Жанюку смотрю, он у меня не ест много. Вроде, знаете, глаза такие, вот увидит, что-то вот есть хочет, хочу есть, там, ну, знаете, слона съем. Садится за стол, ну, съел там чуть-чуть совсем, я уже говорить не хочу, я уже не могу больше. Ну, вот так вот, еще и лето. Поэтому, знаете, как, я не знаю, каждому свое. Я вот тоже с мамой сегодня разговаривала, со своей, звонила ей в Россию. И вот та же история, вот она мне тоже начала, вот это самое, я вот так вот не смогла бы, вот, как какие-то магазины, вот, ходить. Я люблю, когда, то есть, живет для того, чтобы вот что-то, видимо, удовольствие только в том, чтобы что-то вот купить, что-то там приготовить. Короче говоря, я так не живу, мы с ней в этом отношении не, как сказать, ну, не сходимся. Она любит и вот что-то готовить, что-то такое вот вкусненькое. Я же на это смотрю проще. Я живу не для того, чтобы, это, знаете, не мои, кстати, слова, но, в принципе, просто их использую всегда, очень люблю. Живу не для того, чтобы, как это сказать, я есть, да, я живу, я ем для того, чтобы жить. Вот, вот это правильно, вот так вот, а не ради того, чтобы живу, не ради того, чтобы свое брюхо, как говорится, набить. Вот, всегда борюсь всю свою жизнь со своим весом, борюсь со своими, как говорится, килограммами, и очень боюсь лишнее, очень боюсь лишние килограммы и прочее. Мне это не нужно, я считаю, что это только нам не в здоровье. Я вот, смотрите, с этой ногой со своей до сих пор мучаюсь, она у меня все еще болит, то есть гулять мне хочется, я гуляю. Но после гулянки у меня, вот, после прогулок, после вот этих вот маршей, так скажем, все равно у меня моя нога меня беспокоит, то есть мне все равно это подошло больно. Доктор мне категорически сказал не напрягать ногу. Я стараюсь днем сейчас лежать, вот, лежу, ногу, значит, ну, на подушке повыше поднимаю, чтобы опухоль спадала. Опухоль спадает, пока нога у меня, так скажем, в горизонтальном положении. Вот, но как только я вот ходить начинаю, у меня потом начинает сразу болеть. То есть, представляете, если бы у меня еще и вес какой-то был более, ну, большой. Вот, хотя, по идее, вот сейчас нужно тоже бы с весом-то побороться. Вот, нужно бы немножечко на диету опять сесть, потому что чувствую, что уже вот каком-то... Хотя я ем один раз в день, ну, вот так вот. Все равно нужно себя очень-очень контролировать в этом плане. У меня сестра моя тоже, кстати сказать, я вот сегодня с мамой разговаривала, мама тоже говорит, она тоже ест только один раз в день. А вот тоже сидит на каких-то определенных, ну, так скажем, режимах. Так, режим, это не посидеть на нем, это должен быть образ нашей жизни. Вот всегда мы должны уже себя настраивать на то, кто, конечно, не хочет поправляться, что нужно себя уже вот настраивать на всю жизнь, что вот нужно какие-то ограничения, вот, иметь. Потому что иногда ведь бывает, как еще, я вот тоже знаю это, что вот что-то не хочешь, вроде не думаешь, ой, надо доесть, чтобы это потом не выбрасывалось, вот. Лучше, наверное, выбросить или собаке отдать, чем это в свой, как говорится, в себя это все и принимать. Вот сейчас с вами разговариваю, у меня идет там строка, вижу, у меня подруга из Екатеринбурга, моя одноклассница, мне все вот шлет всякие, так скажем, ну, горячие новости из России, вот. Да, кстати, по этому поводу хочу сказать, я, как вы знаете, канал у меня не политический, не о политике я никогда не говорю и не хочу об этом говорить, но, тем не менее, хочу, знаете, как бы сказать несколько слов, мне очень жаль людей, которые, ну, пострадали, то есть мирных жителей в России, очень-очень жаль. Я когда, ну, всегда мне, кстати сказать, все любые сообщения, которые касаются гибели простых, нормальных, нормальных людей, мирных, меня всегда как-то, знаете, вызывает, ну, беспокойство, грусть, и очень, знаете, как-то мне бывает очень от этого неприятно. Так что, знаете, как бы выражаю свое сочувствие, наверное, людям, которые пострадали или даже погибли. Вот, очень неприятная ситуация, потому что вот сейчас она мне напомнила, опять идет строка у нее, вижу ее. С вами записываю видео и вижу, что у меня идет эта строка от нее. Так, ну, ладно, это как бы вот об этом. Что ж я хотела сказать? Да, два слова еще скажу, чтобы длинное видео не делать. До этого тоже думала, тема у меня была, ну, такая, в общем-то, о нас, о женщинах, наверное. Первое, что хочу еще из этой, как бы, об этом сказать. Я тут, тут, когда у меня какое-то видео было до этого, одно, два, три, не знаю, несколько видео. Я, кстати, сейчас уже вниманием большого не обращаю на всех вот этих вот комментаторов, так скажем, которые пишут всякую дрянь и гадости. Я заблокирую, блокирую это, я уже говорила. Сначала предупреждаю, удаляю комментарии, такие, знаете, ну, злобных людей совсем. Те, кто повторно пишет, я уже без разговоров их блокирую. Вот, этих людей заблокировала, тут опять кучку такую, знаете, хорошую достаточно. Не то, чтобы много-много, но не то, чтобы совсем и мало, потому что пишут примерно одно и то же. А иногда еще, знаете, как я понимаю, мне так кажется, человек, я человека блокирую, он заходит с каким-то другим, значит, там, именем ко мне, потому что пишут примерно одно и то же. Вот, ну, ему белое говоришь, как говорится, он говорит тебе черное. Да, вот, исправлять таких людей уже не имеет никакого смысла, то есть, дискутировать с таким человеком. О чем были вот эти вот, так скажем, комментарии? Комментарии были, несколько, кстати, комментариев было о том, что вот, значит, смотрели мои видео двухлетней там давности, трехлетней, двухлетней давности, и тут, оказывается, они вот, бедные, несчастные, увидели меня через 2-3 года, то есть, долгое время не смотрели, и вдруг они пришли в ужас, что я вдруг стала выглядеть на 80 лет. Представляете, аж сначала на 70 писали, а потом вдруг 80 дали. Я еще посмеялась, думаю, еще Жанюку рассказываю, говорю, посмотри-ка, уже 80, а значит, в следующий раз, наверное, 90 все дадут. Ну, что, ну, Господи, ладно, Бог с ними, как говорится. Ну, опять-таки, что я хотела по этому поводу сказать? Знаете, к сожалению, да, наверное, к сожалению, время не стоит на месте, действительно оно не стоит. И мы с вами все, абсолютно все, нет таких людей, которые бы не менялись, мы меняемся, к сожалению, все. Два года, это тоже большой, 2-3 года, это тоже большой срок. Я вот иногда, знаете, беру свои фотографии, которые я делала, допустим, ну, 5-3-2 года, действительно. Вот Жанюкам мы 5 лет, вот все фотографии, которые у меня там старых, допустим, ну, где-то заставках есть старых, еще в начале, это все вот эти фотографии, как бы вот этого периода. Вот, потому что иногда мне пишут, вот, там молодую фотографию свою поставила, там, или еще что-то. Короче говоря, понятное дело, каждый год мы, меняется наше лицо, все меняется. И поэтому, ну, что об этом писать? Это глупости, когда люди пишут, что, допустим, там, 3 года назад ты была другой, теперь вот ты вот такая стала или какая. Ну, господи, ну, а за себя-то посмотрите, вы что, все время одинаковые, что ли? Конечно же нет, ну, каждый год что-то происходит, что-то, изменения какие-то идут у нас в лице. Никто не молодеет, абсолютно никто. Ну, понятно, если кто-то, может быть, делает какие-то манипуляции, операции и прочее, возможно, на какое-то время вы останетесь, вот, ну, становитесь лучше, получше, помоложе, так скажем, ну, или хотя бы останавливаете время. Но это все равно все временно, это все равно не навсегда. У меня вот сестра, допустим, моя родная сестра, она делает, по-моему, два раза в год что-то делает с лицом. Ну, пока на операции, видимо, еще не решается, но, тем не менее, что-то, да, в общем, короче, какие-то себе делает, ну, в общем, какие-то, ну, уколы красоты, скажем так. Вот, и да, действительно, примерно, ну, примерно полгода она очень неплохо выглядит, но потом все возвращается на круги свои. Не могу сказать, не могу сказать, потому что мы с ней говорим только по камере, не могу сказать, хуже ли она становится, чем, допустим, была бы до вот этих вот уколов, или лучше после того, как уходят эти действия, трудно сказать, я же ее не вижу, так, так скажем, близко вижу только в камере. И, тем не менее, она вот снова через какие-то полгода, у нее, видимо, все это уходит, и она снова это делает, то есть систематически все время, вот. И все равно, все равно лицо, оно, конечно, становится лучше, ну, становится как бы моложе, наверное, подтягивается как-то. И все равно я вот тоже за ней наблюдаю, что у нее точно так же происходит изменение, и тело становится видно, что по фигуре уже человек меняется. Ну, наверняка, и я точно так же, я и сама вижу это. И все меняется, все равно мы все меняемся. Все у нас становится не такое, какое, какими мы были в молодые годы. Вообще всё. Даже вот сама какая-то, как бы сказать, манера двигаться уже не такая становится. То есть, ну что, это время. Это надо либо принимать это, как говорится, ну, либо делать что-то. Хотя трудно что-то сделать и что-то, как говорится, себя изменить. Ну, говорят, спортом надо заниматься. Я вот часто об этом слышу. И тем не менее, я вижу здесь иногда женщин спортивных, которые занимаются спортом, которые моего возраста, которые старше меня. И тем не менее, всё равно, что бы вы ни делали, всё равно заметен возраст, он будет заметен. Всё равно. Там, знаете, вот даже коленки становятся не такие, колени наши. Даже, я как уже сказала, походка, она всё равно не такая. Мы всё равно не такие, какие были, допустим, в молодые годы. И вот по Женлюку я тоже смотрю. Он спортом у меня занимается. Занимается очень много. Ну, как много? Для его возраста, да. Он каждый день практически старается там какие-то силовые упражнения делать. Когда мы познакомились, ему было 58 лет. Вы знаете, это совершенно другой человек был. Абсолютно такой спортивный, красивый. У него такие кубики, значит, на его вот животе были. Вот здесь, на прессе, на животе. И вот за какой-то период времени, вот сейчас ему за уже 64 года, прошло уже достаточно, ну, 5 лет, да, прошло, 6 почти, вот, он очень сильно изменился. Уже походка другая стала. И, в общем, много что, хотя он неплохо выглядит, вот. И потом кто-то мне тоже написал, что он выглядит меня моложе. Ну, возможно, вам так кажется, но если вы его не видите, когда я его снимаю, я снимаю его в том ракурсе, который мне нравится. То есть я уже смотрю, как бы мне его снять. Я никогда его не снимаю, когда вижу, что, ну, допустим, он сегодня, так скажем, не в форме, да, он мужчина симпатичный, да, он хорошо, как говорится, неплохо для своих лет сохранился. Но, тем не менее, вы же его не видите, так как вижу его я. И меня тоже, и я тоже точно так же. То есть, понимаете, ну, вот такие вот дела. Вот хотелось о нашем возрасте поговорить. Да, и еще маленькая такая деталь. Мне, вот лично мне, не идут короткие совсем, вот, знаете, совсем короткие стрижки. Забирать волосы, как-то мне, я забираю, мне лучше бывает иногда. Да, но совсем какие-то короткие стрижки мне никогда не шли. Я вот тоже заметила, это еще и в молодости. Помню, у меня фотографии даже где-то лежат, сохранились, валяются, так скажем. Когда я лет в 30, помню, делала, да, что-то модно тоже было. У меня парикмахер был такой хороший, она мне такие короткие абсолютно стрижки делала. Так вот эти стрижки мне сразу, знаете, лет 10 мне давали возраста, сразу же, вот. Поэтому, ну, вот такие вот дела. Возможно, что вот, когда я сменила стрижку, возможно, его, как бы, кажется уже по-другому мое, ну, как бы сказать, мой возраст. Вот, может быть, старше мне вот эта стрижка, где-то, может быть, волосы, цвет волос. То есть, знаете, еще от чего я заметила? Вот сама вижу, даже по вашим комментариям. Вы мне часто делаете комментарии тогда, когда я одеваю что-то розового цвета, красного, там, еще какого-то. Видимо, этот цвет дает мне какой-то, ну, другой возраст, так скажем. Он бы, как бы, молодит меня, вот так скажем. И цвет более темный, там, какой-то определенный цвет, который медный, наоборот, дает возраст. Я сама это вижу, вот так иногда смотрю по видео, ну, как бы, проверяю то, что я там, о чем я там рассказываю и говорю вам. И вижу свое вот это вот, как бы, это вот, думаю, лучше мне, вот так мне, хуже. То есть, понимаете, это много, от чего зависит наш, так скажем, возраст. Особенно сейчас надо быть очень с этим делом осторожно. Вот, как я уже сказала, и цвет нужно подбирать, и, в общем, много чего. Но, с другой стороны, не будешь же все время ходить, допустим, в красном и в розовом цвете. Иногда хочется какой-то и другой. Хотя с этим очень нужно быть осторожным, это правда. Даже цвет помады иногда зависит. А что еще? Да все, длина волос зависит, как волосы укладываются. Вот сейчас жарко, волосы, ну, никак не укладываются. Кстати сказать, вот последний раз, когда была у своей дочери, а у меня, не знаю почему, тоже интересно, так, с возрастом волосы стали, ну, вот вымаешь волосы, они прямо вот кудрявые. У меня дочь говорит, что это за кудрявые волосы у тебя? Что они у тебя так говорят, раскудрявились и в разные стороны торчат. Так вот, после того, как у дочери съездила, она вот стала их распрямлять. Думаю, боже мой, буду их, ну, потому что, она говорит, очень это некрасиво, говорит, как-то они в разные стороны у тебя торчат. Не идут, говорит, тебе вот эти вот торчащие кудрявые волосы. Очень, говорит, нехорошо. И еще, она говорит, обстригает, как ты, говорит, неправильно, потому что все-таки твоя поликмахер, говорит, не очень хорошая. Не умеет, она говорит, встречать тебя. Ну, возможно, в этом тоже есть какая-то доля правды, потому что я иногда смотрю на себя волосы в разные стороны. Вот. Как-то она все-таки не так стрижет, как мне бы хотелось. Вообще трудно, трудно найти поликмахера. Очень трудно. Но, кстати сказать, вот я так задумалась над вот этим вопросом о поликмахерах. И в России у меня такая же проблема была, я вспомнила, потому что я тоже искала долго, у меня были свои поликмахеры, которым я ходила, и были такие, которые меня тоже обстригали не очень-то и хорошо. Это тоже, это вот как человек должен все-таки вас чувствовать, как бы ваше лицо видеть, видеть, как, что вам хорошо, что вам не хорошо. Не просто вас обкарнать, как говорится, и обболванить, потому что мы иногда, мы люди сами хотим какую-то прическу. Ну, хотелось бы, допустим, показываем, я хочу вот так выглядеть, как вот это, допустим, фотография там какую-нибудь находим. Но мы забываем, что наше лицо может быть совершенно другим и таким, которые, допустим, понравившиеся нам фотографии. Поэтому часто и бывает ожидание, и реальность, она бывает не совпадает. Вот. Поэтому я и сама иногда думаю, вот надо и такого поликмахера найти, чтобы он тебе подсказал, а что тебе к твоему лицу вообще подойдет, чтобы это было и модно, и в то же время удобно, и, в общем-то, ну, чтобы это самому нравилось, и, в общем, отрастало красиво. Ой, короче говоря, вот такие вот дела. Вот это я хотела рассказать вам, почему, допустим, ну, почему. Потому что вот критикует, иногда начинает критиковать, что вот, и там изменилось, не изменилось. Ну, и что, все меняемся, все меняется в этом мире. Ничего не стоит на месте. Вот такие вот дела. Так что не пишите вот такие у меня комментарии, что-то как изменилось, или как плохую сторону такая вот такая. Чего их писать-то? Все равно мы меняться будем. Я буду меняться, и еще два года пройдет. Вот я еще поменяюсь как-нибудь. Ну, только не пишите, что я выгляжу на 80 лет. Это тоже неправда. Ну, совершенно неправда. У меня маме 79 лет. Вот. И она выглядит неплохо для своего возраста. Ей тоже делают много комплиментов. Говорят, что она неплохо выглядит. Вот. Но выглядит все равно. Видно, что женщина уже в возрасте. Все равно от этого никуда не денешься. Я, допустим, вот когда мы с мамой, иногда я разговариваю, по видеосвязи. Я хорошо ее вижу, что я не выгляжу на тот возраст, каком у меня мама. Вижу, 20 лет – это все-таки 20 лет. Понимаете? Вот между нами. Также точно с дочкой я тоже вижу, что мы с ней, ну, разница, что я старше ее на 20 лет, а на меня младше надо. Это все видно, это всегда видно. Потому что какими надо быть, чтобы, знаете, ну, женщине прибавить 20 лет в возраст. Вот такие вот дела. Ну, ладно. На этом заканчиваю мое, так скажем, видео. Тут у меня обо всем и ни о чем получается. Как всегда, всех вас люблю, целую и обнимаю. Вот завтра, что я вам завтра расскажу, что-нибудь, может быть, посмотрю, какие у меня тут идеи появятся. Когда жарко, вы знаете, голова абсолютно не, не, как бы это сказать, делать ничего не хочется и даже думать не хочется. Единственное, что вот я, чем занимаюсь, это я, ну, слушаю всякие интересные, на мой взгляд, передачи и прочее. А, да, два слова еще хотела сказать. Кто смотрит платные каналы, на платном канале вышел фильм продолжение «Викинги», вот, серии. Мы вот как раз с Жан-Люком-то сейчас стали смотреть, что мне оно нравится, почему вообще как бы интересно стало, заинтересовало меня. Потому что вот как раз сейчас в эти новые серии идет сюжет, там немножечко о Франции этого периода. И, что самое интересное, там говорят о Вильгельме Великий. Это туда, куда мы ездили с Жан-Люком в замок Утес-Фалес. Город Фалес называется. Вот этот Утес. И вот в этот замке мы как раз и были. Вот там идет историческое, вот это как-нибудь, ну, я не знаю, насколько она как бы близка к истории, но думаю, что да, потому что снимали фильм о викингах и о Вильгельме, вот этом завоевателе, его зовут Гийом по-французски. Ну, вот так, если кому-то интересно, посмотрите. Неплохой фильм, на мой взгляд. Не очень кровожадный, вроде как. Пока. Не знаю, что дальше будет. Ну, ладно. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok